Мы были на контролируемых территориях. А я вам потом, я в понятельник расскажу. Поедем с вами там по Самарии, вдоль Самарии, по контролируем, будет дольше у нас. Я расскажу. Граница посередине озера идет, да, посередине озера, с Иорданией. Напротив, Шемицкое королевство Иордании. И здесь, кстати, телефоны уже работают через Иорданию. Да, да, будет написано сообщение, что здесь уже... ...мелело Мертвое море, и здесь такая порода, как Балмиран, из бывшего дна. Значит, почему мелеет Мертвое море? Мертвое море мелеет, потому что вода, постоянный приток Мертвого моря, это только река Иордан, и его приток, главное, Ермук. И она, эта река, она впадает в озеро Кенерат, в Галилейское море, и выпадает из него. И, кстати, делает воды этого озера пресными. И подписание мирного договора с Иорданией качает миллионы кубов воды ежегодно в Иорданию. И поэтому в саму реку Иордан воды сбрасывается не так много. И... И... Палеолита, да, поселение времен Палеолита, и неоднократно упоминается это в священных текстах. В книге «Песни-песни царя Соломона» красота возлюбленного сравнивается возлюбленный мой, как кисть кипера в виноградниках Энгеде. Кипер, вообще-то, это шна. Также с этим оазисом Энгеде, вот справа, посмотрите, здесь у нас два заповедника. Здесь речка Давид и речка Рубот. А само поселение Палеолита, вон там, на Средней горе, видите зелень, оазис? Вот это тот самый древнейший оазис. Еще времен Палеолита, Неолита. Вот, также здесь есть синагога. Вот справа вы увидите вот такой странный навес. Там остатки пола византий, синагоги 4-5 веков, новой эры. И здесь, и в Азисе, и в Эриконе, и в Энгеде росли знаменитые бальзамовые деревья, вот сок которых был, назывался бальзам. И вот от реализации этого бальзама царь Ирак получал очень высокие доходы, и его стройки, все великие стройки были возможны благодаря этому бальзаму. И поэтому Клеопатра клянчила у Марка Антония всю Иудею подарить ей, отобрать у Ирода и подарить ей. Но она сторговалась с Антонием только на северном краю Мертвого моря и на Эриконе. И Ироду Великому стоило большого труда выкупить назад у Клеопатры этот самый Эрикон и северный край Мертвого моря за те годы, что он был там комбайнером. Так что это самое, никакая не стена плача, никакой не храм гроба, ничто его, никакие святые его так не потрясли, как этот кибуз. Вот справа, где есть замечательный ботанический сад с баобабами, со всеми делами, совершенно потрясающей красоты место. Но жилые дома, пристроенные к внутренней стороне стены по всей ее длине. Все же внутреннюю площадь, отличающуюся тучной и особенно рыльной почвы, царь оставил для возделывания с той целью, чтобы на случай, когда привоз припасов извне сделается невозможным, гарнизон, доверивший свою участь крепости, не тех, где вы нужны. У западного входа под стеной, окружавшей вершину, он воздвиг дворец с фасадом обращенным на север, с чрезвычайно высокими и крепкими стенами, четырьмя башнями на угла 60 локтей выхода на север. Внутренняя отделка комнат галереи, бань была разнообразной и великальной. Так, ну вот, мы подъехали прямо в воду обязательно. И я думаю... Восприятие 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 Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Двух тысяч лет. Крепость всегда строилась сама из себя. И вот здесь мы видим сейчас одно скаменоломин. Так же, как Иерусалим строился сам из тех гор, на которых он стоит, так же строилась эта крепость. И когда вы сейчас посмотрите справа от себя, вы увидите здание, у которого по низу идет черное новое. И так вы сможете видеть, таким образом, все древние построения. Иосиф Лави писал о том, что все колонны были целью. Но представьте себе, как... Мы сейчас вошли в систему вкладов. Так, мы не видим Евгения Львовича. Кто-то вошли встал. Кто? Идет. Более чем все эти сооружения достойны были в явлении изобилия долго сохраняемой заготовленных внутри припасов. В крепости было сложено так много хлеба, что его могло хватить на долгое время. Равно как и значительное количество вина, масла... Не потому что это ради искусства, а потому что это был способ... Значит, эта ванна была пристроена уже в течение трех лет, когда эта баня перестала быть баней Северного дворца, а стала просто баней для этого народа, как для всех. Тут мне хочется обратить ваше внимание на этот пол. Вот есть несколько участков, где сохранилась подлинная плитка, такая типа метлакской плитки, которая покрывает полы. И вот там, где она не сохранилась, углубление от этой плитки. То же самое и с длойной реакцией. То есть там сначала это раздевали, делали гимнастику, потом принимали эту водную процедуру, а потом здесь... Вот так черные линии во всем мире, во все археологические раскопки, в памятнике археологических статусов и подлинных остатков. А высшее, черные линии, это восстановление. Так что вы видите здесь высокую степень сохранности, потому что черная линия проходит достаточно высоко. И видно, что для чего эти углубления были. Вот для таких вот глиняных трубок, которые идут... Вот этот угол уже, правый угол, он реконструировался. Значит, понятно, что в стомбике и пока у меня поднимался наверх, а нас учили, что горячая вода поднимается вверх. Так что с 64-го года новой эры здесь ничего нет. И в начале 30-х годов 19-го века один художник. Вот они, молодцы, видите, они уже идут в Институт. Естественно, он пошел искать посаду. Никто не мог показать его, где это что-то. Он занял бедуина. И на острике они проехали вдоль всего этого... 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 Это новый большой в центре сегмент, центральный сегмент. Это как раз база Флавия Сильве, командующего, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Тогда можно потерять равновесие и начинать барахтаться. Видите, мы ели достаточно. Вот и теперь вы увидите море. И впереди в тумане стоит этот гостиничный поселок Эйбокек на источнике. Там есть источник пресной воды, который называется Эйбокек, и поэтому там устроен курорт. Значит, я прошу также от себя всегда. Во-первых, снимать часы – это обязательно. Во-вторых, снимать серебряные украшения, потому что в воде содержится много сероводорода. Выброс периодически происходит, а от сероводорода серебро темнеет. Поэтому также рекомендую всегда снимать золото, особенно кольца, которые свободны на пальце. Потому что тогда вода такая маслянистая, кольцо может смыть. Вообще, кольца любые, особенно жемчуг, тоже лучше снимать, потому что жемчуг, он очень чувствителен к агрессивным средам. То есть это достаточно агрессивная среда. Поэтому лучше украшения снимать на всякий случай. Также часы обязательно. Если есть какие-то порезы, потертости на руках, на ногах, мужчины, кто брился, нечаянно порезался, не заметил, будет очень щипать. Но потом быстро заживет. Просто посидеть на берегу в кресле, там очень много кресла с сутчиком, посидеть и подышать этим бромом тоже очень хорошо. И обязательно купаться. В конце концов, сегодня еще только март. Бывает в это время тепло, бывает нет. Но вот такая погода. От нас это никак не зависит. Поэтому воспринимать себя, как это я был на Мертвом море и не искупался, не надо. Это детские игры, которые совершенно не додятся. Потому что вам надо еще неделю здесь тоже действовать. У вас очень напряженная неделя. Два дня поездка на север. И потом у вас еще... И потом, знаете, как в том анекдоте? Часики. Вы идете, пойдемте вместе. Старый анекдот. Ну вот, по часике вы идете, пошли вместе. Ну, когда-то часики были цены. Лот назван, вы сами понимаете, почему. Потому что одно из названий этого моря, мы знаем с вами, соленое море, яма Меллах на Иврите, море Мертвое, море Асфальтовое озеро, и море Устомское, и море Лота. Да, видите, сколько здесь народу, очень много. Здесь бассейны с водой Мертвого моря. Вот, мы приехали. Вот наша гостиница Лот. Значит, сейчас мы берем с собой все. Мы берем с собой наши причиндалы все купальные, тапочки обязательно, потому что там такая соль. Все, вам ничего тащить не надо. Куртки берем с собой в любом случае, на них сесть, выходим здесь. Куртки берем с собой в любом случае. 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 Ждешь приказа, и только по приказу тебя отправляют и тебя куда-то назначают на работу. Ну это я так говорю, убили двух человек из гетто, потребовали каких-то там драгоценностей, сбор драгоценностей, и за это взяли в заложники пять человек. Пять мужчин, потом обнаружили трупы этих мужчин в колодце, хотя все, что было можно, люди собрали. Ну и начался, так сказать, выход на работу по приказу. Мама, несмотря на молодость, была в тяжелом состоянии, братик был маленький, меня и папу вызывали, выводили, выводили на работу. Очень холодно. При помощи того, что братик ночью выходил и там ломал какие-то ветки, приносил, мы отапливались. И хлеб, когда был в доме, это был праздник, работа была непосильная. Потом уже в зимние заморозки, как-то в моей памяти очень заострена моя память на то, как мы с папой работали уже в морозы, на поле, выкорчевывали там свеклу. И как мой папа, который был, он прекрасно играл на всех инструментах, он был очень образованный, очень интеллигентный человек. Он получил образование за границей до революции. Он учился в Саргоне, во Франции, но прервал свою учебу, потому что началась Первая мировая война, и он пошел добровольцем на Францию. И уйти было некуда. Братик спрятался как-то за дом и сказал, что я буду бежать. Я помню, что папа сказал ему, ты не убежишь, они стрелять будут. И вот мы взялись за руки, нас повели, а через несколько шагов мы увидели, что за нами крик какой-то. Мы смотрим, за нами ведут еще одну цыганскую семью. Не знаю, где взяли, откуда взялись эти цыгане, но в моей памяти это сохранилось, как вели за нами цыганскую семью. И нас привели на огромную базарную площадь, на которой в одном углу уже были крики, было много людей, были дети маленькие, плакали. И вокруг стояли эсэсовцы в черных мундирах, вокруг этой площади, и собаки лаяли. И в углу стояли какие-то группа, наверное, высших этих офицеров. Вот нас туда привели. Я перед этим должна вам сказать больше, чем перед немцами, потому что не все немцы, так сказать, избивали, не все немцы нас лично, нам причинили какие-то телесные повреждения. Но вот полиция и очень, это было, конечно, очень удивительно. И в этот момент трудно сейчас восстанавливать, потому что это мне снится всегда, но рассказывать об этом я почти не могу. В этот момент нас нагайкой повернули, меня, маму и братика обратно, а папу схватили, мы с папой не попрощались, папу схватили, забрали. И мы его больше не видели. И я никогда не знала больше. Мы потом с братом пытались куда-то пойти по той дороге, куда ехали машины. Нас вернули, не дали нам туда идти. Просто люди рабочие не вернули. Мы слышали стрельбу, мы слышали автоматные очереди. Больше мы ничего не знали и не знаем до сих пор. А в оценке мы не знаем, как он умирал, что он чувствовал и что он думал. С 3-го года я была в партизанском отряде. В партизанском отряде я, в общем-то, как говорится, не знаю, относились ко мне партизаны, сразу отнеслись ко мне очень хорошо. Я пришла без оружия, но меня взяли с тем, чтобы я потом принесла оружие. Я потом ходила на задания. И оружие я добыла, я принесла оружие. Потом я приносила еще очень... Всякие сложности были с тем, чтобы надо было принести шрифт для типографии. Потом я участвовала в боях. И я была награждена, я представила орден за один из боев. И выполняла в основном задания по разведке. Участие в Великой Отечественной, не в Великой Отечественной, а во Второй мировой войне и в борьбе с нацизмом было отмечено высшей наградой, которую здесь дают. Вот здесь нет орденов таких, есть планочки или вот такие. Вот такой знак, как у меня, это знак, который дается, или орден, который дается тем, кто сражался с нацизмом, кто строил государство Израиль. Вот, так сказать, финал того, что я пережила, мне кажется, я здесь получила за это какое-то вознаграждение. Она толкает, бьет меня дверью, бросает на меня тяжелую дверь, я падаю под этой дверью. И вот, в общем, вот немцы наступают, немцы окружают, вот это вот мне снится до сих пор. И вот эти страхи, не страхи, а вот этот ужас, он как-то очень часто является во сне, а все тяжелее и тяжелее об этом рассказывать. И я стараюсь рассказывать, как будто досторонний наблюдатель, а не как человек, с которым это все случилось. Должны ходить только по мостовой. Они должны носить отличительные знаки, лату с левой стороны на груди и на спине. Они не имеют права учить детей или посещать какие-то учебные учреждения. И таким образом мы оказались в гетто. Но тогда никто не мог предположить, чем это закончилось. А вот через некоторое время стало ощущаться, что не хватает питания никакого. Ибо гетто было окружено, вокруг стояли полицейские. И выйти из гетто можно было только в двух листах. Я рассказываю вам это не с точки зрения взрослого человека или человека, который ознакомился с литературой, с фотографическим материалом, а просто как ребенок, который это все воспринимал. Мне было 17 лет, маме было 45 лет. И мы оказались вот в этой ситуации. В Саи сгоняли людей в группы. И те, кто не мог идти, или был болен, или стар, их убивали на месте. Я впервые увидел, как стреляют в живого человека. Что речь идет об уничтожении. Это не просто преследование, а идет речь об уничтожении. И почти во всех или во многих домах стали строить укрытие, как мы называли малины. И действительно нам пришлось воспользоваться той малиной спустя три месяца. 2 марта 1942 года мы не были предупреждены, мы услышали крики, выстрелы на улице. И все обитатели дома бросились вниз. Доска поднималась на кухне. Нужно было туда пролезть, в подполье, между полом и землей. Но сверху должен был кто-то остаться, кто бы закрыл доску, положил бы коврик, налил бы грязной воды. Мы знали, что немцы с собаками ищут скроны. Осталась наверху мама. У нее было удостоверение, аус-вальс, о том, что она работает в Юденрате, где-то переводчиком. Мы только успели туда спрятаться, как наверху раздались крики, выстрелы. И так повторялось несколько раз. Прошло много времени, все вроде бы стихло, доска подделась. Мы вышли наружу. Это была мама. Мама была единственная, кто остался в живых в этом доме из тех, кто не успел или не захотел спрятаться. У порога лежал старик убитый, остальных просто не было. Не было ни в нашем доме, ни в соседних домах. Донесли бы. Второй способ – это опять уйти куда-нибудь на село и где-нибудь там спрятаться. И третий способ – это разместить ребенка в русском детском доме. Моя мама мне сказала, что я договорилась с главврачом детской больницы в русском районе. И ты придешь туда, тебя там примут. В один из дней я пробрался под проволоку, дошел до этой детской больницы. Меня приняла Елена Ивановна Николаева, главврач, коллега моего отца по работе. И мне дали новую фамилию – Виктор Савицкий, белорус. А он мне говорит, ты не бойся, они больше не вернутся. Я у него попросил первую советскую газету. И тогда прочитал. Это были неминские рцайты, которые издавались в Белоруссии. И это были, не была газета «За Родину», которую издавала РОА – Русская освободительная армия. Классовская армия. Значит, вы... Классовская армия. Классовская армия. Откуда. Откуда. Классовская армия. Классовская армия. Продолжение следует... 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 А вот птицы, видите, сейчас летают. То есть наша земля, это дорога перелетных птиц. Причем, вы знаете, у нас есть две дороги. По одной дороге летят вдоль вот этого сирийско-африканского разлома, в котором мы сейчас находимся, летят певчи и хищные птицы. Они не летят в Африку. Они летят на юг Аравии. Это малевые, малевые, обычные украинские малевые. Они здесь тоже растут. Они летят на уровне у юг Аравийского полуострова, в Аравию. Это ласточки, грачи, скворцы. Вы знаете, грачи прилетели. А, они барану такую везут за собой. Они это делают, эту полосу проверяют. Ну, они ходят на и по ней там всякие. Ну, никто не ходит по ней. Это все антенны. Антенны, потому что вся эта граница радарная. Здесь нет ни вышек, ни карацуб, ни пограничников с собаками, журбарцами, ни пионеров, которые ловят пянец. Смотрите, желтые, эти лютики, ромашки. И вот эти красные, это называется кровь маковеев, вот эти маленькие цветочки. И вот через месяц этого уже всего не будет. Это действительно самое лучшее время для путешествий. Цветущая пустыня там. Летом она вся выжила. Вот, все, мы проехали. Блокпост. И все. Нет, нас не проверяем. Во-первых, у нас написано, что мы Ядвашем. Школа, международная школа. Освещают воду кислородом. Там живут рыбы, и там и останавливаются птицы перелетные. Они любят эту рыбу таскать из этих прудов. Очень просто, не надо прилагать лишние силы, усилия. Рыбы здесь недостаточно, всем хватает. Одно время пытались сеткой закрывать, тогда птицы туда стали попадать в эти сетки. Потом решили, ладно, сколько это усушка-утруска. Сколько эти птицы съедят рыбы, ну, чтобы им не повредить. Себестоимость. Себестоимость. Частью которого является плато Булану, на которое мы едем. Так вот, я про эту плотину. Вот эта гребенка плотины как раз на месте падения. Она была взорвана, эта электростанция, в 1948 году, и она не работает до сегодняшнего дня. Хотя есть проект по ее восстановлению. Со стороны Иордании ее восстанавливает, помогает восстанавливать Японию. А со стороны Израиля помогает восстанавливать Израиль. И вот тогда она вот тут у нас победит свобода, равенства и братства. У нас будет эта электростанция обслуживать обе страны. Израиль и Ярм, граница, до конца географии Израиля. 75 километров, севернее, граница с Ливаном. Будет еще не вставать. Я вас прошу, для того, чтобы фотографировать сейчас, не вставайте, потому что у нас будет место, где мы подойдем ближе к воде. На территории церкви призвания Петра. Вот здесь у нас первый кибуц, самый первый кибуц 1908 года рождения. Слева кибуц Ганя Алиф. Вот, посмотрите, внимание, справа. Вот все смотрят место, где река. Это уже река. И обратно будет и другая половина посмотрим. И река вышла уже из озера. И сейчас вы увидите тут тоже на мосту гидротехнический узел, который регулирует сброс. Сброс. Сброс воды из озера в реку. Вот, посмотрите, щиты. Такие сейчас подняты. Видите, несколько лет они были практически опущены. И была лишь... Лариса, а это город какой? Города здесь нет. А как же он обозначается? Это называется диабет, называется Ярденник. На месте вы говорите, что они до лица... Ярденник, вот у вас. Вот, видите, вот у вас написано. Вот это не Альпийский. Фашистский. Фашистский. Которая впадает в реку Иордан, там, где Грунтенверг построил плотину. Которая обзорвана в 48-м году и не действует. Так вот, это Хашемитское королевство Иордании. Вот там наверху стоит вышка. А вот, сейчас справа вы видите речку. Нет, Ярмук она называется. Вот вода. Она еще уже, чем Иордан. Чтобы вы были спокойны. Вот. Нет, мы не будем приезжать. Это же нейтральная полоса. Она не цветы необычайной красоты. Мы же с вами знаем. Вот там люди сходят. В Иордании. Но до 1922 года, 20-го века, этого не было. Это было одно и то же. Что тот берег, что этот берег. И это произошло в 21-м году, когда нужно было англичанам облагодарить двух сыновей Саудовского шейха, Абдалу и Фейсала, которые подняли бедуинов. Национально-освободительное движение против турок. Был такой замечательный человек по имени Лоренс Аравийский. Резидент британской разведки. Который взял этих двух братьев и сказал. Вы получите. Один получит Ирак, другой получит Сирию и Ливан. Если вы, мне поднимите этих бедуинов против турок. И они подняли этих бедуинов. И создали то, что мы имеем сегодня. Но когда Лига наций делила карту, то Сирию и Ливан они отдали под французский мандат. А Ирак под британский. И Палестину под британский. Так что с Фейсалом все в порядке. Фейсалу дали Ирак. В этом году Лига наций вывела трансы Орданию из понятия еврейского национального очага в Палестине. Тогда же она вывела и Голланы. Потому что Голланы отошли под британский мандат. Тут было несколько рек, озеро Кенайрад. Называется земля Гадаринская. По названию этого города Гадара. Который сегодня... Вот железнодорожный мост. Ветки Хайфа-Дамаск. И эта дорога идет на Дамаск. Прямо туда. Конечная ее...